Сейчас информационные технологии ежедневно меняют нашу жизнь. Интернет и мобильная связь стали основой для новых форм коммуникации, экономической активности и развлечений. Однако нельзя игнорировать одну основную потребность человека – необходимость обеспечения безопасности. Особенно это относится к безопасности персональных данных, поскольку эти угрозы зачастую остаются незамеченными с первого взгляда и часто недооцениваются. Для начала предлагаю определиться с ответом на часто задаваемый вопрос с понятием персональных данных. Персональные данные – это те сведения о человеке, по которым прямо или косвенно возможно определить его личность или те сведения, которые относятся к конкретному лицу. Примеров множество – фамилия, имя, отчество, ИИН, номер мобильного телефона, физический или электронный адрес и т.д. А физическое лицо, к которому относятся персональные данные, будет являться субъектом персональных данных. Следовательно, такие данные должны защищаться. В правоотношениях, связанных с персональными данными, основными непосредственными действующими лицами являются собственники, операторы баз, содержащих персональные данные, а также третьи лица. Государственный орган может являться как собственником, так и оператором в некоторых случаях и третьим лицом. Важно отметить, что все перечисленные лица обязаны соблюдать меры по защите персональных данных. Далее перейдем к насущным вопросам. Как должны защищаться персональные данные и кто их должен защищать, кто контролирует данные вопросы, кого привлекают к ответственности в случае утечек персональных данных. За нарушение требований законодательства о персональных данных и их защите предусмотрено как административная, так и уголовная ответственности. Уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных, который, к слову, определился впервые в национальном законодательстве, только 25 июня текущего года им является Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития. Он привлекает к административной ответственности за нарушения в сфере персональных данных, предусмотренных статьей 79 и под пунктом 1 части 1 статьи 641 Кодекса об административных нарушениях. Данной статьей предусмотрено административное изыскание в виде штрафа размером от 10 до 1000 месячных расчетных показателей. Краеугольным камнем в работе с персональными данными являются два принципа. Первый – наличие согласия, то есть есть два основания осуществлять сбор и обработку персональных данных – законодательное и наличие согласия самого субъекта персональных данных, то есть если какому-либо оператору на законодательном уровне разрешено собирать персональные данные без согласия субъекта, он беспрепятственно это делает. Если законами это не предусмотрено, он обязан получить согласие субъекта. Сбор и обработка персональных данных регулируется нормативно-правовым актом уполномоченного органа. Второй принцип – сбор персональных данных допускается только при условии обеспечения их защиты. Если собственник, оператор или третье лицо не берет на себя данные обязательства или не может обеспечить защиту, то сбор персональных данных запрещается. Итак, определились с тем, кто и при каких условиях может осуществлять сбор и обработку персональных данных. Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что каждый собственник, оператор имеет право собирать только те данные, которые необходимы для их деятельности. Не допускается сбор избыточных данных, то есть тех данных, которые не нужны для осуществления целей и функций оператора. Перечень персональных данных определяется нормативно-правовым актом уполномоченного органа. Требования по защите персональных данных установлены законодательством о персональных данных и их защите, а также об информатизации. Порядок осуществления собственником, оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных определен постановлением правительства Республики Казахстан номер 909. Наряду с этим к электронным информационным ресурсам, содержащим персональные данные, установлены требования по технической защите согласно постановлению номер 832. Так с чего же начать приведение в соответствие организацию мер по защите персональных данных с требованием законодательства? Прежде всего, всем операторам, являющимися юридическими лицами, в том числе государственным органам, необходимо определить ответственное лицо за соблюдение мер по защите персональных данных. Наряду с этим нужно наделить его обязанностями, предусмотренными статьей 25 Закона о персональных данных и их защите. Также основные организационные меры для обеспечения защиты персональных данных включают определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ. Установление порядка доступа к персональным данным. Более подробно требования описаны в постановлении правительства номер 909 от 3 сентября 2013 года. Технические меры по защите персональных данных включают такие, как в ИИР, содержащих персональные данные, должны применяться СКЗИ с параметрами, соответствующими стандарту 1073. При выводе из эксплуатации носителей информации, содержащих персональные данные, должны применяться средства гарантированного уничтожения информации. Также должно соблюдаться требование по передаче персональных данных только по защищенным каналам. Непринятие вышеуказанных мер в организации является нарушением части 3 ст. 79 Кодекса об административных правонарушениях. При возникновении каких-либо уточняющих вопросов просим обращаться к нам за официальными разъяснениями. Комитет по информационной безопасности готов оказать непосредственное содействие при организации работы по защите персональных данных. В наших сегодняшних реалиях удаленные работы и получение госуслуг онлайн одним из наиболее острых вопросов является обеспечение сохранности электронно-цифровой подписи. Собственно поэтому следующий раздел нашего ролика посвящен именно ему. Электронная цифровая подпись равнозначно собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия. При этом в последнее время в адрес комитета поступают многочисленные материалы и жалобы по фактам незаконной передачи физических и должностных лиц, принадлежащих им электронно-цифровой подписи третьим лицам. Наиболее распространенными являются случаи передачи руководителями государственных органов и организаций своих ЭЦП сотрудникам оставления ЭЦП без присмотра, непринятия мер по защите и отзыву ЭЦП уволившихся работников, которые владели ЭЦП от имени организации. Подобные действия влекут неправомерное использование ЭЦП административно и уголовно наказуемое деяние. По данным фактам налагается штраф в размере от 10 до 150 месячных расчетных показателей. В целях предотвращения нарушений в сфере ЭЦП необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Исключить передачу ЭЦП третьим лицам. В организациях нужно сотрудников, ответственных за подписание документов, наделить полномочиями и выдать им собственные электронные подписи. Для этого необходимо правовым актом руководителя организации передать право подписи соответствующему лицу и выпустить на его имя ЭЦП. Передача ЭЦП руководителя, выпущенного на его имя по доверенности либо по какому-либо другому документу, является незаконной. Далее необходимо отслеживать факты увольнения сотрудников, имевших ЭЦП от организации, и отзывать их электронные цифровые подписи. В случае утери необходимо перевыпустить ЭЦП, немедленно отозвав предыдущую, а также сменить пароль со стандартного на более сложный. В заключение позвольте сказать, киберугроза и утечка персональных данных начинается там, где нет кибергигиены. Стало быть, человек – главная уязвимость любой современной и дорогостоящей многоуровневой системы защиты. Выбираете вы, будь уязвимостью, слабым звеном нашей страны или быть ее киберщитом. Всех, кто стремится обезопасить себя и не запятнать репутацию своего государственного органа, прошу делиться прозвучавшими в ролике рекомендациями. Берегите себя, свои персональные данные и свою электронную цифровую подпись. Субтитры создавал DimaTorzok